Её анонсировали очень давно, это 2D-платформер, многие его ждали, наверное, и вот сегодня мы с вами можем его посмотреть. Он вышел вчера вечером, вчера вечером я поиграть не мог, потому что... Вчера у меня был выходной, и вот сегодня мы глянем игруху. Я очень люблю игры от Riot Forge, это синглплеерные игрухи по вселенной Лиге, вселенная Лиги Легенда офигенная, поэтому... А-а-а-а, поэтому она вынесет нам уши. Хм, да, всё, поехали смотреть игруху. Riot Forge, FotoSensitivity, блин, там может быть заставка была, я не знаю, я как-то всё нажал, чтобы побыстрее зайти. Громкость уменьшить, да? Detail Playing Background, конечно же. Русский-то есть. Fiescap, наверное, не явно, но мне главное, что бы... Хотя они лучше, пускай будет. Ну, не 60, я хочу, я хочу 120. Language. Русский есть. Найс. Граница отображения на экране показывает субтитры, да. Ну, и, окей. Поехали, начать игру. Умеренное испытание для игроков, которые мало знакомы с экшн-платформерами. Стандартная, наверное, сложность для большинства экшн-платформеров. Такой задумывалась игра Convergence. Или это для опытных игроков, имеющих настоящий вызов схемы перемещения с преодолением препятствий. Высуждены противник крепче, чем многочисленного всего для здоровья. Также приходится всецело полагаться на умение перемотки. Поехали. Агрессивность противников. Ну, тут, видимо, здоровье яка 2. Блин, эти настраиваемые сложности... То же самое было в этом... В Лиге Легенд про Сайлос. Типа, можно еще хуже сделать. Ну, зачем? Типа, мы так берем легендарную сложность, да, и нажимаем продолжить. Где мои подарки Twitch Drops? В инвентаре у тебя должны висеть. Зайди во вкладочку «Инвентарь Твича» и забери их для Геншина. Там они тебе придут. А если не придут, просто жди. Или... 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 Подпиши аккаунт. Немногословная заставка. Пока что. Не меча дубина какая-то, он их побонькал просто. Вместо того, чтобы рубить. Знаете, это меч для самых маленьких. Да, шпиль просто взорвался. Не с того, не сего. Возвучка. Круто. Надо валить. Надо валить. Бегите в безопасное место. Встретиться с левым наверху. Дабл джампов не дышали. Просто пробел, чтобы совершить прожор. ЛКМ, чтобы атаковать. А-а-а. Зараза. Новая запись в кодексе. Шипастые твари присосутся к любой поверхности. Объявят ее в своей территории. Двигаются медленно. А в них можно порезаться. Но и сторон при контакте. Ненавижу контактный урон. В, чтобы карабкаться по уступам. Дом вроде и без В. Справился. Украин, чтобы атаковать. Так я знаю. Какая-то бомба. Я решу, и такая. Хилк, наверное. Наверное, Хилк. Планки. Это не похоже на крышу даже. Расключит падающим шпилем, если мы отсюда не смоемся. Да, ну. Если хочешь пройти, придется подраться. Ага, у ворот на шифт. Ага. Ага. Не очень быстрый, кстати. Ну. Судя по всему, есть фрейм неуязвимости на доджи. Довольно долгие. Так что пойдет. Активировать. Какие-то шестереночки собираем. Прокачка, наверное, будет приплести к открытому окну, чтобы прыгнуть сквозь него. Эко, поможешь? Лем. Лем, Лем, я иду за тобой. Я не помню, кто есть Лем. Был такой персонаж. Ну, и запись Лем. В Рунтере, может быть, будучи самым младшим в Атаге Эко, Лем изо всех сил старается завоевать доверие. Уже не друзей и соратников. Он сообразительный юный изобретатель, обожающий животных. Лем довольно общителен. В отличие от сдержанного Аксимандра, его старшего брата Акс присматривает за Лемом с тех пор, как родители погибли из-за аварии в Зафабриче. Ну да, я имею в виду Рунтеру, я же не про обычную лего, конечно же. Так, а, у меня есть удары вверх еще. А вниз-вниз вроде бы нету. Нажмите С и пробел, чтобы провалиться сквозь тонкую платформу. Пробел, чтобы прыгать от стен с пластинами или спрыгивать с них. Причем в Зауне идет метеоритный дождь, да там чуть шпиль падает. Это не тот, как, подождите, а падает не, не то, нет, не может падать то здание, которое взорвало Джинкс, ведь она не в Зауне пахнула, да? А в этом, по сути, да, вряд ли. Эти големы один из многих примеров того, сколь пагубно и бывает безграничный текст за Унк новациями. Телетоны изначально вздумывались как курьеры, но затем химпанки переоанно снастили их для бомбардировки противников. Их бомбы разрывают спустя короткое время после контакта. А, я, кстати, чуть не сдох сейчас. Чувствую за Унк, потому что мне нравится ставить ударение на последний слог. Мне страшно. Я здесь. Дайте, удерживайте рт для перемотки. И принц Персия. Я найду другой способ, не волнуйся. Перемотка к перемотке временно нескольких сил назад, меняя любой полученный урон перемотка. Потреблять заряды перемотки, часа и секунды, которые можно перемотать один раз. С ограниченным значением датчика перемотки для использования и удерживать рт для возврата к обычному течению и времени, и отпустить. Пять зарядов, да. Найдите путь в обход. Доблджамп. А что если заново? Отпрыгните, нажмите control, находясь в желтом шестом, чтобы повиснуть на нем. Ну и не очень удобно, если честно. Фьюоскми. А так не обойти. О, это заряды ярки еще, да? Тоже с коробок. Целью, да, кстати, 2 урона вносит. Ха-ха, улахи. Ох, ты ж. Знаешь что, у меня на это время не нет. Управление временем. Ульта. Прыжок. Управление временем. А, в смысле. Эко разрывает временную реальность, возвращаясь в более благоприятную точку во время, он возвращается в положение соответствующего после образу. Противники, находящиеся вблизи точки его прибытия, получают большой урон. Для использования нажмите Z при полном датчике управления временем в присутствии после образа эко. Для пополнения датчика на сети урон-драгативникам. Химпанк-защитник. Что ж, по крайней мере, эти химпанки подготовились. Если вы найдете путь обхода мимо этого щита, сделанного из металлона, то можете их удалить. Это блокирует больше, что атак, поэтому лучше их обходить. Почему я не могу нормально листать? Зараза. Солдат, сорванцы, ищущие драки, готовые доказать это с оружием в руках. Сорванцы, блин. Ну и подростковые банды все время появляются по всему зову. Большая часть хочет не завести друзей, а устроить заварушку. Понял. Ультецкий, да, я вам понял. Находи, найдите путь в обход по вержинам мосту. Находи, найдите путь. Хера, он прыгает, оказывается. А что, он не мог так далеко перепрыгнуть тогда? Держите S и пробел. Чтобы провалить сквозь Ану. S. Чат, удерживайте S и почаще. Как и всегда. Вытащите лима из... Спасибо большое, ЭКО. Ты знаешь, я всегда помогу пить. Эм, я должен кое-что тебе сказать. Помнишь, ты мне одолжил свой временной ключ. Я потерял его. То есть его сперли. Девчонка с огромным молотом нахамила мне и отобрала его. Я верну его, Лем. А ты беги в укрытие. Здесь слишком опасно. Спасибо, ЭКО. Ты чё за девчонка с огромным молотом такая? Кроме Поппи, никто в голову не приходит. Чё, озвучка? Нажмите им в любой момент, чтобы открыть карту QE, чтобы перемещаться между разными вкладками. Просматривайтесь информацией об имениях ЭКО, экипировке и многом другом. Ваши следующие цели отмечены на карте. На карте даже также показана область, которые ещё не были исследованы. Ух, ладно. Антресольные уровни. Это вроде как не метроид всё же. Это всё же платформер. Ведь могли метроид, кстати, сделать вполне. ЭКО, мальчик гений. Очевидно, самый классный парень в зауне. У ЭКО есть врождённая способность придумывать устройства и прилаживать друг к другу куски всякого хлама. Так он создаёт удивительные изобретения, в том числе Z-привод. Этот хикстековый прибор работает на энергии кристаллов, позволяет перематывать время на несколько секунд в прошлое. Что не раз оказалось, как нельзя кстати. ЭКО, вожак, стайки ребят, известные как блудные дети зауна. И ради друзей он готов на всём близок со своими родителями. Хотя они ужасно гордятся умом любознательности сына, истинный масштаб его творения, и манипуляции со временем им неведом. Районы. Высоченная обсерватория Шпиль. Построенная под руководством Рэндалла, который мечтал посрамить клан Феррос. Несмотря на переходящий наследие рода, Рэндалл не обладал познаниями в архитектуре и проектировании. Поэтому его запрос превратились в кривую постройку в штатковом фундаменте. Обрушение Шпиля стало далеко не первым случаем падения зданий в зауне. Из башни Нижний Город, при этом из полосе страны оранжевое вещество, потрескивающее и сгорающееся припадение. Технология Химтек Зет Привод. Изобретение позволяет перематывать время. Проводя много часов в одиночестве эко, сумел хитробно использовать осколки стеклого кристалла, который нашёл. Обшаривая зоунские скалолки, хотя несколько секунд не такое же большое количество эко находит, как воспользоваться им с ума. Химтек — это алхимия, доведённая до высшей ступени, то есть создание и сочетание магических веществ. Эти вещества затем используются для создания механических устройств. Вроде агментации оружия и разного рода приспособления, Химтек олицетворяет собой дух зауна. Так же как Хигстек — дух пилтовера. Текучий универсальный, иногда взрывоопасный. Химтек отвечает за узким идеалом, стихийность и кипучий страсти к изобретательству, хотя Химтек менее надёжен, чем прочие технологии. Зао мне он очень распространен. Верните украденный длинный ключ. Каковы? Огруха пока что в целом, ну, боёвочка выглядит простенько, ну там аж 50 врагов будет. Глава первая — железо и стекло. Куда стекло это железо? Не знаем, видимо, позже антресольный уровень. Так сказать, серединный уровень зауна расположен между променадом и сточными ямами. Тут темно и сыро, но повсюду жизнь именно в здешних газ-салонах и вершатся тайные сделки. Здесь перепродают все технические механические конечности, и тут же прилаживают их в секретных кабинетах. Здесь детишки, занятые изобретением машин, меняющих реальность. Здесь никуда не деться от зелёного химитекового мерцания, повсюду клубится туман серого. И в зауны здешняя суматоха есть сердце. Пока выглядит так, будто где-то я это видел. Главный вопрос. Ну, там, наверное, можно посмотреть, какую игру делали разработчики до этого. Наверное, не кажется, что это платформер. Мне кажется, еще и до этого можно было давно посмотреть. Типа, тут же все студии делают примерно то, что умеют. Примерно в похожей стилистике. Газожук. Когда-то летучие вредители предназначались для очистки за грязнёй из-за узкого воздуха. Газ наносит ром при контакте. Страшно подумать, как вы искупили от стойника с химикатами эти твари вылезли. Так, а покажи... Ну ладно, уже не покажи. Торочу. Нет, это не Ори, это не Метроид. Это все же именно этот фон. Батл Тотс 2, который недавно вышел в Чудвионах, помнил. Стилистикой, может. Цветами, наверное, этими розовыми. Боевки довольно много. Пока что больше, чем платформинга. Пить. Чуром просто к получению. Штуки очень неудобные, отвратительные просто, я бы сказал. Самикаю надо бомжиков убивать. Драться с вот этими штуками не очень клёво. Ценник нормально, загнули, конечно, я не знаю, что там ценник. Сколько вам в России стоит? Да я понял, что я сдох, я же не знаю, куда они прыгать. А, ты, наверное, контролом зацепиться надо, да? У-у-у-у, берем? Берем. Че, берем, непонятно. Редкая деталь используется на верстаке, чтобы собрать новое устройство. Три процента уровня. Три процента уровня. Какой из них вызывает к вам, вызывает к вам, предварить оживаемую жизнь? 15 шестеренок. Картамантия. Прикоснитесь к мудрости духа фрунтера с помощью давно забытых древних техник. Картамантия. Откроете. Тайные тропы на жизненном пути. Не толкаю. Нитрикард 10 шестеренок. Клона русской от 15. Чтение смоговых таблиц, петли, короче, рекламный буклетик, да? Так, я здесь явно не перепрыгну пока, да, никак. Ну, да, не перепрыгну. Метки можно какие-то оставлять, меточки, что вернутся на цель эко. Видимо, нельзя. Вот тебе. А, она даже умеет выбирать направление, куда стреляет, жесть. Че, крутая, типа. Опасненько, кстати. Окей. Блин, ядовитые бомбы отвратительные. Просто отвратительные. Ага. Так, нажимай, где-то похилиться, там, вот это все. Пока что, это довольно сложно. Чувак, нет. Жестко. А вот и химки, кстати, одна. За эту штуку можно прицепиться, видимо, нет. Очень крутая сюжетная геймплей, но кто не согласен, затеряется во время. В смысле, а ты отдай, 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 шестеренку. Еще не так и был, бесконечно ползти или нет? Да, прыгни ты. Сейчас не мог понять, что это хорошо или плохо. Мне с этим что делать? Блин, все-таки метроид, что ли, без каких-то объектов я куда-то не пройду, или чего вообще. Что с этим делать, я, типа, не знаю, может, меня сейчас научат. А вот какая жуткая баба с молотом, да, про которую говорили. Точно знаю, на ком это испробовать. Боссфайт. Ты из тех, кто налетел на Лема? Кто забрал временной ключ? Может быть. Тебе-то что? Что ты делаешь с той оранжевой штукой? Присобачила чуточку этой оранжевой кристальной фиговиной шпиля на броню, и, опа-па, вроде стало неплохо. Ох, опа. Что-то вроде хекстэковых кристаллов, но те обычно не оранжевые. Не знаю. Да мне и наплевать. Важно только то, что это работает. Забрать им последующий красный цель, следующее, так нельзя будет вернуться. Ну, пока что несложно. Смешно, что она должна, типа, не разворачиваться, чтобы второй удар нанести. Вам не жадничать, в принципе. Может, вторая фаза, конечно, будет. Ну, или не будет. Жуткая Джанет, скандалистка, известная всем заунским детишкам. Она любит застращать их своим громким голосом и увесит молотом. После чего отбирать шестеренки или завалявшуюся конфету. Если кто-то затевает бучу, она бьет по земле, направляя в свою сторону зайчинщика ударной волной. На улицах зала она может прийтись туго, но с Джанет начинает самое жесткое. Известно, что Лема пришлось отдать временной ключ. Сори за в топ, подскажи, пожалуйста, открыть золотых билетов фанка. Если не на 45-м выпустили, герой на 90-м тоже выпустить? Нет. Весь отсчет с нуля. Не из обычного набора. Легко выпало. Что теперь опять 90 копить, да? Ну не 90, а по факту где-то 75. ЭКО бросает диск, который, преодолев определенное расстояние, расширяется, превращаясь в поле с искаженным временем, нася урон противником, оказавшимся внутри поля. Дисполь нажмите ПКМ для отмена 10, нажмите еще раз, скрываем на ключ, ставим на разъем. Если некоторая пауза, возвращается на Северон при возвращении, можно также использовать для питания разъемов поля. Но ты учитываешь, что у тебя теперь стопроцентный шанс на персонажа. Надо зайти на рыночную площадь и убедиться, что все целы.